привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья сегодня хочу в солянке показать два очень интересных видео они такие знаете знаковые хотя их уже 47 можно делать прямой эфир на полтора часа но сегодня я хочу показать только два первое видео это знаете пропаганда меняет концепцию российской федерации путина и депутаты госдума с телевидения начали разговаривать о новых причинах почему же путин напал на украину это не демилитаризация и не деноцификация то совершенно другие причины которые скорее всего они пытаются донести и через холодильник пустой в российской федерации достучаться до своих зомби сторонников которым как это так а второе видео будет вообще уникальное впервые такое вижу жители белгорода обратились но не к путину друзья мы привыкли что не стоит на колени и всегда обращается о великий пул ты один можешь решить эту проблему они просто обратились к жителям питера и москвы супер видео хочу чтобы вы посмотрели давайте начинать и так пропаганда рф меняет концепт как же удержать своих сторонников простая я с политической точки зрения скажу как политолог для того чтобы вообще понимать суть политического украинства надо в том числе иметь виду что одним из составляющих моментов этой идеологии является как раз идеологии потребительства идеология того что вот надо так сказать слаще жрать значит это самое мягче спать и уже где можно больше разных удовольствий то есть если украина хочет жить лучше наверно возникает проблема видите как это не хотят жить лучше ну ладно идем дальше именно ради этого значительная часть украинцев отказалась от себя именно ради этого многие из них предали свои собственные корни исторические все остальное вы будете жить в тундре а мы будем в ес они что имеет виду они имеют ввиду что в ес они будут получать больше денег у них там будет более таскать хорошая жизнь это будет комфортно комфортно безопасность вы вообще представляете какая основная претензия украина хочет вступить вес чтобы жить лучше получать больше зарплату и это же катастрофа нельзя этого допустить русские послушайте нельзя допустить чтобы кто-то жил хорошо должны быть всегда лапти валенки и москвич 1975 года выпуска комфортности безопасности и благополучия является задачей номер один лишить их комфортности безопасности и желание жить хорошо это задача номер один спецоперации какая деноцификация не просто хотели жить лучше точки зрения политической при войне с такой страной как украина потому что как раз когда весь этот проект вокруг украины реализовывался именно это качество украинского политического характера и было использовано вот для русского политического характера наоборот свойственно то что они называют рабством а на самом деле это терпение терпение рабы терпилы русские вы что же смотрите достучитесь до кого-то но неужели вы считаете раб своим главным смыслом своей жизни жить хорошо вы не хотите это такая степень духовного подъема человека когда он понимает что что-то своя твоя что-то своего надо отказаться ради того что мне есть какая-то более высокая цель вот у нас 30 лет пытались переделать национальный характер на какой например на такой какой есть украинский политический характер она украинский политический характер идея потребительства то есть наша цель жить плохо чтоб один диктатор мог строить себе геленджик а все его прикоритники с кооператива озеро путешествовать по миру покупать бизнес и своим детям в странах нато в америке как это медведево его сыночка родного подлый американцы с которыми они сейчас воюют за патриоты лишили сети супермаркета в америке он же хотел накормить голодающих америке у него забрали супермаркеты сеть целую но честно сворованные деньги гос чиновникам даже был когда-то президентом говорят замечательно они за это продали очень много включая язык историю героев водилика и все остальное так вот лишить их ощущение безопасности и сытости это задача даже более важная чем условно говоря уничтожить такое-то количество танков или такое-то количество бтр я уже верю как только огромное количество людей окажутся без газа света воды и канализации настроение в этой стране начнут очень быстро меняться я уверен что это был год в марте и в апреле они сейчас и может быть даже тогда не пришлось бы и мобилизацию проводить представляете как работе мысль не пришлось бы даже мобилизацию производить оставить все население без света и сказать хотите жить хорошо будем вас бомбить а вот когда вы будете носить наши русские лапти кушать щи без мяса это сакральная это наше святое мы как империя 300 лет пытались вам доказать что лучше этого нету есть царь все для царя ладно друзья тут раскоснулась чуть мобилизации покажу как проходит мобилизация перейдем самому классному видео сегодняшнего эфира с кем против кого и так друзья белгород все знают что там вчера вообще произошло непонятно что мобилизанты начали друг друга стрелять и как обычно российская пропаганда не знает как это назвать они придумали новую версию произошел теракт где мобилизованные страны других государств жителей снг постреляли наших уже верят 22 погибших огромное количество раненых но все уже ликвидированы правда один с автоматом куда-то убежал город и говорят почему то это жители таджикистана но если их с рынка где-нибудь в москве стягивали силы туда приулок ли то теоретически это возможно но пусть они сами разбираются по крайней мере когда-то жителям белгородской области это надоест они скажут про нас освобождать от этих оккупантов ладно давайте к этому видео перейдем и так это белгород где твои ролики спрашиваете вы а я вам скажу когда сидишь в подвайчике а сверху воздушная тревога то ролики как-то не пишутся творчество херак и вот так вот упадает но на самом деле хочу вам сказать что в белгороде сейчас у всех настроение мягко говоря не очень ну давайте я вам объясню почему но первых украславянской артиллерии крови склады на эти когда начал слушать я первый раз удивился а где же войска на то где же негры которых миллион и 2 миллиона поляков атакуют без перерыва укра славянская армия топливные базы а вся белгородская область это один большой военный полигон тут нам все чаще и чаще приходится сидеть в подвалах и уже не так радостно честно говоря что крым наш хочется спросить у москвичей санкт-петербуржцев как там цены на маникюрчик в салончиках почем милирование не подорожала ли и стрижечка массажик сколько стоит как цены в ночных клубах вы еще не в подвальчиках нет ну подождите всему свое время мы тоже не думали что будем сидеть в подвальчиках а вот однако ж теперь мы здесь так вот дорогие друзья в чем проблема истинных белгородчан московского патриархата а я вам сейчас скажу ну вы понимаете война в украину летят ракеты и украславяне там тоже сидят в подвалах но в них ракеты летят один раз теперь давайте посчитаем сколько раз летят ракеты в белгород в белгород летят укра славянские ракеты но они практически не опасны не знаю каким образом они попадают всегда в десятку и практически люди от них не страдают но есть еще проблема потому что в россии летают не только украславянские ракеты но и российские ракеты а это ракеты ну как бы так сказать мягко говоря не первой не 2 и не 3 даже свежести этим ракетам 30 40 и даже сука 50 лет и эти ракеты как все в общем-то легкомысленные женщины они как бы вылетают а потом могут но просто раз и передумать я не хочу я туда не полечу и меняют свою траекторию ну и конечно же те кто следит за этими ракетами те кто занимается противоракетной обороной в россии в них сразу вот такие глаза она не полетела и куда же она не полетела если она запускалась недалеко от белгорода ну конечно куда-нибудь либо в пятиэтажку либо в скрепную 16 этажку и что же делать чтобы этого не произошло ракету еду надо забивать и срочно заводится вся эта противоракетная оборона но она же кто же сука старая и понимаете в чем дело иногда бывает такое что белгородчан бомбит у кра славянская ракета российская ракета московского патриархата и российская ракета московского подготов . это противороссийской oweb противоракетной обороны Понимаете, в чём дело? Вот поэтому мы всё время сидим всё чаще и чаще в подвальчиках. Новостей невидимо, значит, и комментировать нечего. Но я вам сейчас покажу, как я тут обустроился. Смотрите, вот у меня тут есть водичка на случай, если сидеть здесь придётся долго. Есть картошечка, есть закруточки. Там есть ещё пару комнат, где будет сидеть моя сука тёща и козёл 10, которые очень радовались, что Крым наш. Вот они будут сидеть там и учить верши Павла, тычины наизусть. Читать Степана Андреевича Бандеру, сдавать экзамены и по итогам этих экзаменов возможно поднимутся наверх только после того, как нас освободит украславянская армия и на референдуме мы проголосуем за возвращение домой, в родную гавань. Слава Украине, живи Беларусь, хороших людей больше. Друзья, поставьте лайк, пусть люди посмотрят это видео, очень интересное, мне кажется. Жалко жителей Белгорода, мы пока, конечно, освобождать их не готовы, нам надо свою территорию освободить. А Белгородская Народная Республика пусть думает о своём освобождении сама, по крайней мере. Первые зачатки того, что что-то идёт не так, уже происходят. А так, всем хороших выходных, пока.